Согласно действующему пенсионному законодательству, наряду с периодами работы в страховой стаж могут быть учтены и иные периоды, которые еще и называются нестраховыми периодами. К нестраховым периодам относятся период прохождения военной службы, а также другой приравненный к ней службы, предусмотренный законом Российской Федерации 12 февраля 1993 года. Также период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. Период подтверждается документом работодателя либо территориального органа Федерального социального страхования России о периоде выплаты указанного пособия. Период прохождения военной службы подтверждается документами, справками военных комиссариатов, воинских подразделений, а также военными билетами. Третий период, который можно включить нестраховые периоды, это период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения ими возраста полутора лет, но не более шести лет общей сложности. Период подтверждается документами, удостоверяющими рождение ребенка и достижение им возраста полутора лет. Ими могут быть свидетельства о рождении детей, паспорта, свидетельства о смерти, если ребенок умер, свидетельства о браке, справки жилищных органов о совместном проживании и воспитании до достижения ребенком возраста полутора лет. И другие документы, подтверждающие необходимые сведения. Кроме того, обращающий за установлением страховой пенсии гражданин или один из родителей должен сообщить сведения о другом родителе, необходимые для решения вопроса о зачете в страховой стаж периода ухода за ребенком. Период ухода за ребенком засчитывается родителю страховой стаж в случае, если соответствующий период ухода не был учтен при расчете страхового стажа другому родителю. Период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства. Данный период подтверждается справками государственного учреждения службы занятости населения по установленной форме. К нестраховым периодам относятся также период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылки. Период подтверждается документами учреждения, исполняющего наказание о периоде отбывания наказания в местах лишения свободы, ссылки, содержания под стражей, документами о необоснованном привлечении к уголовной ответственности, которые выданы в установленном порядке. Следующий период – это период ухода осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. Перевод устанавливается решением территориального органа Пенсионного фонда по месту жительства лица, за которым осуществляется уход, принимаемое на основании заявления трудоспособного лица, осуществляющего уход по установленной форме. Также с приложением необходимых документов, удостоверяющих факт и продолжительность нахождения на инвалидности для инвалидов первой группы и детей-инвалидов, а также возраст для престарелых и детей-инвалидов, за которым осуществлялся уход. При раздельном проживании трудоспособного лица, который осуществляет уход и лица, за которым осуществляется уход, необходимо представлять также письменное подтверждение лица, за которым осуществлялся уход, или его законного представителя, что за ним действительно именно этот человек осуществлял уход с указанием фамилии, имя, отчества, осуществлявшего уход и период ухода. При невозможности получения такого письменного подтверждения, можно такое письменное подтверждение получить с членом семьи, за кем осуществлялся уход. Следующий период, который можно отнести к нестраховым периодам, это период проживания супруга военнослужащих, проходящих военную службу по контракту вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет общей сложности. Данный период, имевший место до января 2009 года, подтверждался справками воинских частей, учреждений и иных организаций, военных комиссариатов по установленной форме. Указанный период после января 2009 года подтверждается еще и справкой Государственного учреждения службы занятости населения. Следующий период, который можно отнести к нестраховым периодам, это период проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, постоянные представительства Российской Федерации при международных организациях, торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти, либо в качестве представителей этих органов за рубежом. Период подтверждается справками государственных органов, организаций, направлявших работника на работу в указанной организации учреждения по установленной форме. Все вышеперечисленные периоды можно отнести к нестраховым периодам и засчитать в страховой стаж. В случае, если им предшествовали или за ним следовали периоды работы или другой деятельности, независимо от их продолжительности, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Так, за один календарный год установлены следующие баллы. 1,8 балла за период ухода одного из родителей за первым ребенком до полутора лет или ребенком-инвалидом или инвалидом первой группы. 3,6 балла за период ухода одного из родителей за вторым ребенком до полутора лет. 5,4 балла за период ухода одного из родителей за ребенком за третьим и четвертым ребенком до полутора лет. Стоимость одного пенсионного балла ежегодно с февраля увеличивается на индекс роста потребительских цен за прошедший год, размер которого устанавливается правительством Российской Федерации, а с 1 апреля устанавливается федеральным законом о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на очередной год и плановый период. С 1 февраля 2017 года стоимость одного пенсионного балла составляет 78,28 рубля, а с 1 апреля 2017 года 78,58 рубля.